Всем привет! Здесь я хочу представить сравнение эффективности теплоотвода термопасты и термопрокладки от процессора. Немного ранее я показывал, что с ростом толщины термопрокладки ее теплопроводность ухудшается. Поэтому из имеющихся у меня термоинтерфейсов я взял самый тонкий серый цвет от китайского производителя, толщина которого 0,5 мм. Очевидно, что термопаста между цепью и кулером не создаст большой прослойки, как прокладка. В связи с этим, отрезав ее по размеру процессора, с помощью корпуса от ручки раскатаю ее до максимально тонкого состояния. Спустя несколько секунд, удалив по периметру излишки, визуально она уменьшилась в толщине. Теперь устанавливаю ее на цепу, сняв одну часть защитной пленки, после чего пробую снять переднюю, которая немного жестче. В результате из-за утоньшения термоинтерфейса снять пленку без повреждений, к сожалению, не удалось. Таким образом подготовив еще одну прокладку, я раскатал ее прямо на процессоре. Теперь снимаю оставшуюся защитную пленку и с помощью канцелярского ножа подрезаю излишки по периметру цпу. Затем устанавливаю кулер с медными трубками вместо крепления на материнской плате. Зафиксировав охлад и подсоединив кулеры, я собственно включил компьютер. В операционной системе Windows 10 воспользуюсь программой оси сети, с помощью которой посмотрю, как будет изменяться температура под нагрузкой. В окне самой программы запускаю тест. На начальном этапе средняя температура составила почти 38 градусов, а максимальная 47. Так, спустя 10 минут средняя составила порядка 61, а максимальная 66. Для сравнения остается посмотреть, какие будут значения температуры при использовании термопасты, в данном случае GD900, которую я нанес на процессор. Установив и зафиксировав кулер, вновь запускаю компьютер. В программе оси сети на начальном этапе средняя температура составила порядка 39 градусов, а максимальная 46. По истечении 10 минут средняя достигла почти 59, а максимальная 63. Если сопоставить полученные результаты средней и максимальной температуры работы процессора с термопрокладкой и термопастой, то можно видеть, что использование термопасты позволяет немного эффективнее отводить тепло от процессора. По всей видимости это связано с тем, что толщина прокладки осталась толще по сравнению с пастой, а также возможно из-за ее более низкой теплопроводности. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok